Виктория 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 Виктора Виктория 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 Непродоксально, в какие-то моменты времени белорусская экономика приобретала совершенно объективные и совершенно разумные параметры. В частности, это был момент времени, когда была резкая девальвация, по-моему, после 2011 года, и это сразу диагностировалось, у нас малая открытая демократия, то есть практически мы все можем диагностировать по потокам экспорта и импорта. Главное – это экспортные потоки, импорт у нас совершенно не должен был, по идее, и я, кстати, на эту точку зрения о том, как, в общем-то, формируются белорусские векторы, векторы экспорта, они вообще были рациональны. Парадоксально, при всей дурашливости и при всей неряшливости одновременно, которая происходит, она бывает не только, кстати, у девушек там будет в комнатах, но и на масштабе всей страны. У нас где-то 35% было западный вектор, 35% было восточный вектор, 70% и примерно там 10-15% – это страны СНД и остальной мир. То есть вообще эта бубочка, это очень хорошая, очень хорошая пропорция, что там, думаете, Лукашенко к этому руку прикладывал, да ничего. Или кто-то бизнесмене сидел и обсуждал это. Это объективный характер экономики. И проблема, конечно, основная большая проблема – это торговый баланс. Во времена Кебича он был положительный. Вообще, вот в те самые сложные времена, как это ни странно, у нас был самый большой экспорт по отношению к ВВП. Вот в последний год белорусской номенклатуры, типа Кебича, он был 75%. Вообще мы там опережали всех, там немцев, канадцев, нидерландцев, всех, вот одной левой. И причем никто это специально не делал, понимаете, как? Никто не ставил такую цель. Невидимый орган. Ну, опять вы с Саддамом Смитом, там, ну, что, ну, господи, про руки. Если они у вас невидимые, то у других они невидимые. Нет, и ломать надо. Поэтому Мясникович, когда стал премьер-министром, он озаботился тоже проблемой чистого экспорта, такого баланса. Потому что это очень сильно воздействует на все параметры. У нас негативный чистый экспорт, и надо будет искать источники, кстати, для финансирования. И тут где-то в 2011 году, вдруг, когда все курсы стали ломаться, ехать, то есть возникла страшная ситуация. Бизнесмены без денег сидят, женщины без помады где-то там, предприятия без металла. Все было, ну, в таком хреновом порядке, но экспорт, импорт и все эти параметры выстроились так красиво все. Пошел положительный экспорт. Знаете, вот, ну, кто-то может жаловаться, у меня там бизнес грохнулся. Ребята, вы всегда будете жаловаться. Ну, с точки зрения, скажем, общей картельной, с точки зрения баланса, экономика приобрела, в общем-то, объективные параметры, как бы там ни было. Хотя Мясникович, Мясникович, он же очень упорный человек, так сказать. Он карьера великолепная, от директора кладбища до президента Академии науки, премьер-министра. Такой нет уникальной карьеры ни у кого. Ребята Романовича. А вы что, не знали, да? А когда его поставили президентом Академии науки, я всегда так глубокомысленно изъяснялся, что наконец-то его поставили на то место, где он лучше всего получал. Вот. И вот эти параметры сложились. То есть что? В белорусской экономике мало открытой экономики. Есть свои объективные экономерности, есть свои объективные процессы. Если им не мешать, в чем проблема белорусского правительства и глухи? Не мешать. Лесефэр. 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 То, ну, понимаешь, они не могут. Вот правительство, первое, что надо сделать, в принципе, его надо сократить. Как говорил Хворобьева, надо нагрузить, да? Они не сокращаются. Они никак не сокращаются. Они размножаются делением, почкованием, там где-то, всеми способами. И я даже посчитал, для того, чтобы белорусское правительство отправить на обучение, на запад надо тысячи вагонов. Всего лишь, всего лишь тысячи вагонов. Это что меня не нужно ухватить? Это цистерна. Нет, с... Курлинусь вагонов, то есть. Если столынерских, то меньше. Все это очень вагоны, как вактор экономической вагоны. Да, да, да. Да, но это довольно серьезная проблема, потому что... И проект проект... Они будут всегда мешать. Они будут всегда мешать, бизнесвально, и прочее, и прочее. Потому что по-другому они не умеют, понимаете? Второй момент. И третий момент по поводу футуристике, там как вот развиваться экономика. Ну, я думаю, что, собственно говоря, она на правильном пути. Они должны довести до определенного финиша. Я жалко, только что убрали как-то Мясниковича, потому что у него по профессии свои склоны он очень точно все мог сделать. Но он оставил наследство. Значит, они холдинги создавали. Значит, если в России ребята писали про финансово-промышленные группы, там, и стали создавать, и они пошли эти... В общем-то, это ОПГ. Организованная преступной группой. Мясникович написал, 17-го защитил. И вот если эти все ОПГ будут созданы, ну, тогда, в общем-то, объективно они к этому придут все. Но, заканчиваю. Значит, бизнесмены, малый и средний бизнес. Я вообще не понимаю, зачем они этим занимаются. Сразу бы шли в ОПГ где-то. Создали в холдинге, малый и средний бизнес, или как? Да. Или сдались в государственную ОПГ? В ЛЭН. Нет, нет. Вы знаете, пока, скажем, пока наш малый и средний бизнес, он регистрируется, он существует, но где-то 70% зарегистрированных предприятий малых и средний бизнеса не работает. Когда я брал статистику, данные нашего министерства юстиции, посмотрел, что есть. То есть у нас тоже наши бизнесмены имитируют бизнес. Правительство имитирует управление страной. Бизнесмены имитируют бизнес. Население имитирует какую-то активность. Только женщины честные. Поэтому растет население. Это лучшее разумество. Спасибо, Виктория, ваш взгляд на те же проблемы. Ну, я как раз ближе к малому и среднему бизнесу, хотя бизнесом не занимаюсь. Это такое большое расхождение с тем, как ты меня представил. Я позволяю за совершенно некоммерческую организацию и занимаюсь тем, что делаю условия удобные для как раз таки бизнеса. Того самого, который, в общем, по меткам определения экономической терминологии, да, Леонида Федорча можно назвать как раз «бубочками». Бубочками, да, нашего бизнеса. Значит, если рефлексировать по поводу презентации Антона, я всегда с удовольствием слушаю эти презентации. Они содержат много интересной информации. Но в этот раз господин Ларионов еще, так сказать, добавил предложение коррелировать. Да, самые интересные графики, они как раз в сравнении всегда видны. И корреляция, которую на слух нарисовал график Андрей Ларионов по поводу совпадения роста экономики ВВП России и Беларуси на определенных катактах и падения совместного. Он дает, в общем, новую возможность для Антона. И я так понимаю, что как бы ни отключился Антон от карьеры политической, после того, как он напишет несколько книг, которые будут отражать удивительную историю экономическую нашей страны. Пару раз посиди. Лет. Лет. Что, почему вы не себе меня напишли? Последнее слово за мной. Антон, последнее слово в этой ситуации. Сейчас за мной. Я добрая волшебница. Один раз посиди. Саша, молодец. И не долго. В любом случае, интересная книга, которую мы сможем прочитать, нацепив очки через 20-30 лет, отложить вязание. Мы уверены, что это будет авторство, конечно, Антона Болточка. И, кроме того, в общем, пророчу политическую карьеру, правда, вот неуверенно со страной. Это будет тот новый институт, новый нормальный для Беларуси? Во всей вероятности я складно такое предполагать. То есть, в России не было, да? Я не говорю вектор. На самом деле, да. Восточный партнерство, наверное, большое. Во-вторых, собственно, Восток или Запад, направление, зависит от точки конкретного места. Самохождения, да, откуда смотрят наблюдации. Так вот самый главный вопрос, который, собственно, вы отметили. Насколько, как отвязаться? Тренд, когда, главное, хорошо он растет. Мы, как бы, прицепились и по вагончикам идем, да? Потом, когда она падает, как бы так, чтобы остаться, или, по крайней мере, падать меньше, медленнее. Вот самый главный вопрос. Ну, вопрос ко мне, вообще говоря, предполагает очередной ответ, как отвязаться, да, к ассоциации индустрии красоты, слово «отрезали ножницы». На самом деле, конечно, это джок, но я не хотела бы отрезать, и это не есть моя точка зрения, потому что отрезание чего бы то ни было, оно никогда, в общем, не бывает только полезным или только вредным. А всегда, в общем, влечет за собой определенные последствия. Поэтому просчитывание последствий – это как раз задача профессионалов, уж технократов в лучшем смысле этого слова как раз хотелось бы, работающих в команде, для того, чтобы резать до нужного места, сшивать в нужном месте и, в общем-то, действовать сообразно задачам сохранения государства и роста его благосостояния, его населения. Я не хотела бы говорить только о ВВП, как о средней температуре по больнице, тем более, что все мы знаем, да, что статистика в нашей стране, ну, как во многих странах, в общем-то, зависит от того, кто заказывает результат этой статистики. Я хорошо и глубоко изучала, знаю, о чем говорю. И я хотела бы предвосхитить вопрос панельной дискуссии, не выученные уроки социально-экономического развития привели, в общем-то, к урокам социально-экономической деградации. Поскольку рост ВВП за последние годы недостаточно велик для тех, в общем, скоростей и процентов роста, которые есть в мире, в некоторых государствах Европы, Азии и так далее. Пример, который мы поставим перед собой, как мы будем двигаться, зависит во многом от того, кто будет выбирать этот пример и заказывать, в общем, дальнейшее движение. И мне кажется, что от каждого из нас, как мы уже говорили, да, если говорить коротко или просто, зависит то, что мы можем сделать, каждый рядом с собой, Александр говорил, вокруг себя и в команде. Как говорили, ну, пожалуйста, спасибо. Я, если честно, потерял уже нить дискуссии. Достижение, я познакомился. Читаю вопросы, потому что ты хочешь от меня услышать, поэтому не выученные уроки. Ну, уроки были, я на практике только лет 10 могу проанализировать, да, те 15 черни, которая была, прошла мимыми. Уроки, как уроки, то, что было, то прошло, да, учебники, наверное, так себе были, учителя плохие, но никто их слушать не заставлял никогда. Ученики любят шалить, это сто процентов. Если анализировать ситуацию, в которой сейчас находится Беларусь, я, наверное, склонюсь от негатива в сторону того, что Беларусь это кусок земли с непочатыми возможностями. Сбалансировать и построить здесь успешный бизнес с доходностью в разы превышающей тот бизнес, аналогичный, который можно построить. Я, так думаю, это мое мнение, я без фактов, потому что ими особо не будем. Но в Больше уже так не сделают, да, абсолютно отсутствие конкуренции в любой сфере, которая тебе заблагорассудит. В Беларуси? Да. Очень слабая конкуренция. Если ты с нуля строишь с наличием капитала сбалансированный бизнес, да, необходимое количество основных средств, хороший оборотный капитал, ты здесь стопроцентно получаешь положительный, мощный, хороший, эффективный бизнес. Это абсолютно. Если ты приходишь на нашу территорию и чуть-чуть даешь качество услуги лучше, либо товара лучше, да, ты стопроцентно уходишь в среду не конкурентный. Конкурентный остается. На этом уровне ты выходишь, как все. Примеров из наблюдений, да, если посмотреть на тот же, мой любимый пример, это Савушкин, да, который точно такой же в Гормолзавод, Брестский, как есть в Витебске, есть в Могилеве, в Гродно и два в Минске, там, или три, да, они все одинаковые. Вопрос не о том, частный или не частный, вопрос о среде, да. Есть три фундаментальных вещи, которые балансируют экономику любого предприятия. Это оплата труда, это налогообложение, это деньги банков. На данный момент, когда банковский процент начал резко снижаться, зарплаты упали два года назад до того уровня, до которого они упали, и, в общем-то, это уровень сбалансирования. Сейчас снижаются проценты, налогообложение остается, как его сказать, ну, тяжелым, да, на том же уровне, скажем, но уже все равно балансируется, да, я это вижу по себе, я это вижу по людям, с которыми мы работаем, да. Тот же пример, тут озвучивали Шарейко, да, что я просто с людьми общался, зная, там, предыстории, почему компания рухнула в минусы. История элементарная, когда одну команду садят, приходит следующая, и они останавливают все закупки из-за границы. Просто. И у них все сырье и все материалы становятся на 20% дороже в закупках. Экономика рушится. Просто для того, чтобы не сидеть, а не просто запретить. Все, вся логика. Там нет управленческой мысли. Команда возвращается, все это прекращается, экономика предприятия обратно плюсовая. ГОСы могут, то есть Шарейко не героиня, абсолютно. Шарейко, женщина пострадавшая, ну, совсем, по правилам. Абсолютно. Она не героиня того, что пиццефабрика прибыльная. Пиццефабрика прибыльная просто потому, что на этом заводе не было такого беспредела. Только она же руководитель. Вот и все. Она просто руководитель. Хороший руководитель. Все. Она сената, в конце концов, руководитель. Слушай, вступает под это. Сознаете закончить. К чему веду? Веду к тому, что условия в Беларуси не самые ужасные, как их здесь пытаются представить. То есть я не с точки зрения макроэкономии. Если их опять начнут выводить из такого приближенного к какому-то равновесию состояния, то опять случится то же самое, что происходило в Дайте. Для меня очень такой интересный флэк. Почему, Сергей Федорович, теория макроэкономики, выписанность. Может, парадоксально. Но макроэкономист анализирует так иначе реальный сектор в реальный сектор. Вопрос следующий. Вот от тебя, от Виктории, от Наумы, от Саши. Остальные слышу одно и то же. На самом деле возможности роста, они совершенно очевидны. Ты наладишь бизнес-процессы, наладишь то, наладишь все. Собственно, все должно пойти, потому что неконкурентное поле, и донасыщение еще далеко. Получается вопрос такой, знаете, вот такой. Каковы шансы того, что этот процесс пойдет, появятся вот Александры, Виктории, Наумы, Саши, которые будут инвестировать свой материальный актив в экономический рост, который в этом будет надеяться, Дмитрий Федорович? То есть, ваш взгляд на то, насколько вероятно, что, грубо говоря, появится больше конкуренции, будет экономический рост за счет реальных применений этих факторов? Дмитрий Федорович, а вам вопрос, насколько вы верите в то, что скажет бизнес? Я всегда верю во все, что мне говорят. Уберет, что у Саша Виктория Ивановна, потому что ты должен на ум, пожалуйста, подключаться. Кто отвечает? Сначала ты, потом Виктория. Потому что, вот смотрите, если судить то же самое на ум, на самом деле, блин, непочатый край работы в бизнесе, Александр Послушать, что как бы, то есть, дебилы только могут так работать, на самом деле, если делаешь бизнес-процессы, 20, 30, 50% прибыли просто гарантированно. Другой говоря, если появится некая следа, некие там люди, да, в центре, которые смогут это все реализовать, как вы говорите, то нас ждет там 7-10% роста в ближайшее, там, 50 лет. И тогда будет пункт. Будет. Так или нет? Ну так и есть. Я бы заострелила на разных условиях при этом. Сначала, с нашего, то есть. Слушай, есть большая вещь, которая мешает, даже на нашем уровне, на нашем примере, есть огромная проблема, которая существует от накопленной. А снова, да, все сидят у всех, убытки там, которые забалансовы, условно, в форме курсовых разниц по деньгам, которые были в валюте получены, которые сейчас все отрабатывали, ну, все потеряли там, особенно где-то 2 года назад, много денег, когда там к 14, а потом к 17, там, к 3 моменту, там, к 3 моменту. Накопленные ошибки не дают развиваться, да? Я тебе говорю, что если взять и с нуля в нашей среде что-то сделать, грамм, то это будет давать 30 минут. Вот сход. Саша, вопрос не того, что есть и сделает. Вопрос вероятности того, что так будет, для того, чтобы Патерлий Федорович про Патерлий Николаевич сказал, что в Белоруссии 7-10% просто растет, потому что случилось то, что говорит Саша Виктория. Вот в чем вопрос. А что случилось? Вот. Если будет чистое поле, если будут эти менеджеры, если это сложно, то тогда появится много бизнеса, которые будут предоставить нас, работать с прибыльностью 30-50%, и тогда макроэкономисты, которые прогнозируют стогнат, то есть они служат, потому что бизнес говорит, все нормально, мы сможем расти, как говорит Наум, как говорит Саша, как говорит Виктория. Вопрос, насколько вы оцениваете реально, это не то, что может быть, потенциал белорусской экономики, управленческий капитал, политическая воля, сложится все ли для того, чтобы эти бизнесы с рейтабельностью 30-40% реально появились, реально посадили макроэкономистов. Политической воли я не вижу, но на малом, на низком, мелком бизнесе политическая воля определенного человека, как особо не скажет. Есть одна проблема, которую я вижу, да, в этом бизнесе, производственный бизнес, как у нас, да, объективно, производственный бизнес, как, где я директор, это бизнес, который создавал мою тему. У Наума Михайловича бизнес, который создавал, он, не он, ровесник моего. Так вот, тогда был период создания производственных бизнесов, тогда были идеалисты, люди, которые верили, которые в голод этот видели, и в высоту, да, а сейчас у нас какой бизнес? Ну, в основном стартапы. Приходят, ты мне денег дай, я тут иди, придумал, да. Как бы, она может не получится, но идея согреется. Да, но согреется. А потом, где-то в интернете пишут, что вот у чуваков получилось, они по пьянке там нарисовали тут рожи, которая меняет, да, и продали фейсбуку, и все, класс, будем тоже ерунду этой заниматься. Позови сейчас кого-нибудь в производство, они тебе расскажут, это, ну, там, пожарные, санстанция, там, да, они же не знают, как коньяком, там, в тюрьме, чтобы они успокоились. А они на самом деле перестали трогать. Нету сейчас проблем, я тоже на них злюсь, но иногда такой, посмотрите, думаю, у меня заход, ну, позвонил кто-то, ну, там, я не сказал, куда идти. И он пошел, и он ушел, да. И я понимаю, что я, как бы, на них про них говорю плохо, да, но проблема не мне реально за последние годы вообще не создали. Да, они как бы, нет, они звонят, пишут какие-то письма, но я их игнорирую и последствий не имею никаких негативов. То есть это больше шум, да, чем реальный, ну... Так а сейчас с чем шумишь-то? Я не шумю. Нет. Они же сейчас. Я говорю, что сейчас я не... Самая большая проблема в делах, кто выдаст промышленный рост, там, рост ВВП, да, именно в том, что не так много желающих этим просто занимать. Производственные вещи. Ну, в общем, последовательный, Александра, это правда. Александр последовательный, потому что первая его сентенция, да, была о том, что ли, достаточные условия для бизнеса, и вторая сентенция, что просто нет кому им заниматься. Берите все то же самое, что взялся время папа, да, Александра, и, пожалуйста, развивайте. Именно производственные, вы говорите. Пойдите, значит, об условиях мы позже поговорим, это будут вопросы к Александру, потому что я, например, предполагаю, что есть некие условия, о которых я не знаю, потому что, очевидно, есть разные условия для бизнеса, и когда я говорила равные условия от наук, я имела в виду великолепное предложение, не могу авторство себе предписывать, Сверослава, о том, что условия экономические, которые в Великом Камне предоставлены, да, резидентам Великого Камня и китайскому бизнесу, я хотела его распространить на все бизнес-сообщества нашей республики. Я именно это называла равными условиями, поскольку условия, которые предоставляются чужим людям в нашей стране, активы, которые будут либо короткое время находиться в нашей стране и быстро будут выведены, либо вообще никогда не будут находиться здесь, могут работать, в общем-то, ничем не рискуем. В то время как наш бизнес для того, чтобы открыться и раскрутиться, должен иметь количество собственных оборотных средств в несколько раз превышающие суммарные риски не только по задаче открытия бизнеса, покупки оборотных средств, но также по уплате штрафов, санкций и возможного отбора всего того, что будет являться недвижимостью просто для того, чтобы выжить в последующем, когда останешься без ничего, что здесь вложил и прикрутил в полубетонном виде санкций. Поэтому это что касается ремарки относительно того, что сказала Леонид Санкова. Я хотела бы обратить внимание на то, что я тоже очень высоко оцениваю потенциал белорусского гражданского общества, которое может быть предпринимателем. Почему у нас, как я оцениваю, я сейчас хотела бы подчеркнуть, что это моя цена, почему я вижу у нас очень слабое движение среди молодежи к производству, к созданию товарно-материальных ценностей? Потому что никто из нашей молодежи не слышал об инновациях в нашей стране. Посмотрите, не вызвало никакой активизации, никакого инновационного института, я не могу сказать, у нас нет ни клуба инноваций, ни центров инноваций работающих. Может быть, они называются как угодно, и деньги туда из бюджета отчисляются. И даже на резонт 2020, у нас существует европейская программа, никто не заинтересовался студентом, который изобрел автономное зарядное устройство для любых видов техники. Я понимаю, когда я говорю «никто», я имею в виду, что в нашей стране никто не заинтересовался. И очень хорошо. Пример. Я сейчас не анализирую там продукт, я анализирую идею. Человек изобрел. Рядом с ним не появились другие изобретатели, которые бы предъявили нечто похожее. Понятно, что это лежит на поверхности задачи, да, зарядного. Все инженеры, которые готовятся в институтах, продолжают ходить на лекции, слушать ту теорию, которую, в общем, им дают, и которую я не исключаю. Во многом давали и 10, и 15, и 20 даже лет тому назад. Поэтому я заостряю сейчас здесь вопрос на инновациях. Инновации возможны только, если научная мысль живет в голове. Научная мысль появляется в голове, если в этой голове есть профессиональное знание, по какому-то конкретному направлению. И таким образом, да, по лестнице, к сожалению, вниз я пришла к возможностям получения образования в нашей стране. И вот это момент, да, который, в общем-то, является для нас весьма спорным, проблемным, трагическим, и, собственно, который полностью, да, влияет подготовка специалистов, золотых голов в нашей стране. Не только на инновации развития производства, промышленности и любых других отраслей, но и на управление в нашей стране. И еще можно говорить о том, спасибо. То есть, Саша, чтобы включать в дискуссию людей, и потом, Леонид Федорович, послушав еще два выступления предпринимателей, вот нам почему-то важно, да, что, как, например, макроэкономисты, они прогнозируют, да, они там какие-то тренды строят, графики строят, но важно вам, то есть, вот, может набросать те, значит, что ли, столпы роста, развития, которые могут быть в Беларуси, да, но мы говорим так немножко в будущем, если будут инновации, если будут залпы головы, если будет то, если будет все, вопрос реалистичности того, что это сложится для того, чтобы не было стагнации на ближайшие 10-15 лет, а был какой-то рост. Вот в чем проблема. То есть, это вот не с учебник о том, как расти, да, а, собственно, с реальной жизни, что модельки, да, вот, строить мы умеем все, и матрицы, и схемы, вопрос то, построить ли или заработать модельки в реальной белорусской жизни, Александр. И как раз таки, то, о чем мы с тобой напрямуюся много раз говорили, я и говорил, в Беларуси непаханая целида, просто выжженная пустыня, занимайся чем хочешь, сейчас было ровно то же самое, практически слово в слово было сказано. Да, абсолютно то же самое. То же самое. И здесь вопрос, почему оно не работает. Это почему я езжу по регионам, почему, потому что в какой регион не приеду, первое, я слышу, это депрессивный район, я не знаю, чего делать и как делать, притом, заработает, естественно, заработает, потому что лично я езжу, и всех пинаю, и говорю, давайте делать, ничего сложного, только увидите, как это можно сделать. Даже ты сказал, что 20% годовых валюте на вложенный капитал, это невозможно. Я тебе на цифрах покажу, как это возможно. Особенно если выехать в регион, единственное, чего в регионе не хватает, это нет никакой стабильности, потому что если я приеду и хочу открыть парикмахерскую, не вопрос, а открыть парикмахерскую. Помещение сейчас, если 5 лет назад я не мог найти помещение, сейчас я выйду вот прямо здесь, открою парикмахерскую. Дело не в этом, то есть вопрос не открыть парикмахерскую, не вопрос. Вопрос в том, что с большой долей вероятности меня отсюда выгонят. Так это же не условие. Я поэтому и говорю, что вопрос заключается в том, что возможно, да, возможно, изменится, да, изменится. Вопрос только когда изменится. При этом вопрос заключается в том, что опять-таки Союз предприниматель ведет свою работу к изменению условий, для того, чтобы у нас были более понятные условия. И второе, это то, что я всегда говорил, Белоруссия страна тотальной некомпетентности. Потому что если есть производство, надо его дальше развивать, создавать сети. И как только переходит создание B2B-шных структур, все умирает. И здесь вопрос как раз-таки наработки компетенции для создания больших там сетевых структур, холдинговых, а не просто сидеть в одной организации. И этим опять-таки, это вопрос образовательный. Я хочу этот вопрос разделить на две части. Мы все время путаем, как будто у нас масса людей одинаковых и так далее. 80% в реальной экономике еще пару лет назад было, как вы называете, макро, да? Крупные заводы давали деньги. Я два года работаю в Саудовской Аравии, а я столько не слышал вопросов о нефти, сколько слышу здесь, в Белоруссии. Мы стали как будто Арабской Эмиратой, которая от нефти зависит все. Там одна залежа. Я к чему? Давайте разделим. Условия для малого и среднего бизнеса. Вот, это мой вопрос. Условия, где сломалось правое плечо наше, которое тягало все, и у нас осталась одна левая рука. Тут стыдливо все умалчивает. Я уже много раз говорил, найдите мне хоть одного министра, директора завода, который обратился за помощью, у кого упали объявы в 3-4 раза. Я же не прикрою Монсельмаш, мы не прикроем МАЗ, БелАЗ и так далее. Вот здесь либо надо разбираться, либо разделить нашу страну в две части. Малый бизнес нам ничего не мешает, тут Саша правильно сказал. Любой начинай, мешает только что. Он учился у отца, я работал в одной компании, где понял, ну грубо говоря, чем они занимаются, набрался навыков, пошел и построил такой же бизнес. Сегодня в бизнес идут, правильно говорят, люди с улицы пришел, хочу делать парикмахерскую. Это вообще парикмахер? Нет. Ну я где-то стригся. Проблема в том, что... Видел ножницы. Видел ножницы. Вот надо разделить, в малом бизнесе вообще нигде нет проблемы, ни в Италии, ни в Германии, ни у нас, ни в России открыть малый бизнес. Другой вопрос, что он открывает бизнес, как вот сейчас он сказал, я здесь парикмахерскую открою, и тут же профессионалы говорят, а у тебя хватит клиентов и так далее. У нас в городе открыли 200 кафешек, кофе, потому что там ориентабельность 500 процентов. Я говорю, сумасшедший, что вы делаете? Вика, ваш пример, давайте снять ассоциацию посчитать, что вам нужно кафешечек 40 закрыть, да? У вас же никакого клиента уже не стало. Для этого клиента на самом деле... Нет, они сейчас будут валиться все, а люди до сих пор открывают кафе. Даже не понимают. Вкладывают деньги, потом могут плахать, у нас нет клиентов. Нет центра в обучении, подготовке, это раз. Мы действительно жили длительное время, Ярослав, в АП. Россия, это было наше счастье. Языковая среда и так далее. Я только недавно вернулся из России перед отпуском. Я был в шоке. Мои ребята приехали из Ростова. Я хотел пример еще прошлый раз, когда этот докладывал Антон. В Ростове, Ростовский завод. В России находится 57 холдингов. Крупный холдинг АПК. 54 холдинга заключили прямые соглашения лизинговые на поставку техников в Россию. Сколько осталось в Москве, Машу? Три. Пускай он сделает продажи в этом году. Встречаясь с вице-премьером Уфы. Это, по-моему, Удмуртия, да? Да. Вице-премьер. Встреча. Он докладывает. Данон поставил завод. Объемы выросли в три раза не молока, а молочные продукции, сырые и так далее. При этом он говорит, дайте мне молока. У нас в России не хватает молока. Так, сегодня, на сегодняшний день, мы не понимаем того, что вот этот разрыв, который Антон говорил, связан не с тем, увеличиваясь, что мы там не идем. Мы в следующем году нафиг не нужны будем в России. Куда бы мы ни плюнули в обувной промышленности, в переработке, мы хотим поставить чечерский комплекс на 25 гектаров помидоры. Ну, деньги, вроде, выделяем. Я поднимаю статистику, в России уже по 125 гектаров стоят комплексы. Вы представляете, их себестоимость и у нас. А у нас в районе, где нет людей, сейчас этот банк развития, тюхай туда 50 миллионов. Я говорю, что вы делаете? Закапываете деньги в район, где даже двух лишних людей не найдем. Вот в этом связана проблема. Я бы разделил все раздавал в вопросе Машки. Скажите, что происходит у нас, что все эти заводы складываются? Но мы ввели разговор, мы обсуждаем много раз корягины. Вот вы шумите, и теперь вся проблема нашей страны в малом и среднем бизнесе. Друзья, вопрос не в этом. Вопрос в том, что, вот, смотрите. Как не в этом? Нет, нет. У нас все хорошо. Сейчас, 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 я заберу. Не в том, что хорошо, да? Вот есть, вы видите потенциал, да? Все управляющие, все с бизнеса говорят, потенциал. Там возможность, там возможность, там возможность. Потом говорите, зачем открывать там 500 кафе, там нет руля. Слушайте, это малые-маленькие люди, которые рискуют своими деньгами. Они же не забирал, с бюджета пошел, да? Он взял там... Вместо, теперь пойдешь, сейчас у нас в городе зеркало 40 кафе. Слушайте, замечательно, это и есть остров творческого разрушения. Да, люди учатся, это совершенно нормально. Да, мы понимаем. А потом, кусок бизнеса в этом все. Просто вопрос, знаете, вот еще. Как, вот, каких условий, чтобы, например, и Федорович сказал, Федорович, Антон, Андрей Николаевич, сказали, там, нашим руководителям decision maker, да? Друзья, вот мы поговорили с бизнесом, они имеют проблемы в этом. Они имеют потенциал, большой для того, чтобы, например, можно было расти там в течение 5-10 процентов, на течение 10-15 лет для того, чтобы это отставание от, там, хотя бы среднеевропейского уровня сократить. Что нужно делать? Вот, Антон, Андрей Николаевич, как макроэкономист, как человек, который может, там, правдами-неправдами, там, напрямую-непрямую, консультировать, да? Вы жалуетесь на то, что у нас не хватает там людей, у нас не хватает этого, есть какая-то бюрократия. В принципе, Саша говорит, вообще, на малого бизнеса вообще проблем нету. Да, у вас проблема, может, предприятия есть большие, которые там плохо управляют. Значит, что получается, Александр Леонидович слушает, так, так, поменять директора, нафиг, никто не ставит вопрос о приватизации, потому что вы ему не ставите. Да. Вы не ставите вопрос о приватизации промышленности, госсектора, вас устраивает то, что 80% ВВП – это госсектор. Вы говорите, не, не, нормально, пусть они будут, мы будем работать в Гринфилде, мы будем, мало за ним нельзя говорить. Сам бизнес не рекомендует, на самом деле, правительству, да, расширять сферу рыночных отношений и сужать нерыночные. У нас кризис получился, а недаличное отношение расходов госорганов – это 40-50% ВВП так и оставят. И, когда вы говорите, почему они не снижают издержки, да, вот, не издержки, а управленные налоги, Минфил получил указ – хоть в кровь износа 43% ВВП выйдет положено. Поэтому они всегда борются с бизнесом, говорят, не, не, мы не можем отступить по экологии, мы не можем отступить по земельным налогам, мы не можем отступить по НГС, потому что нам приказали 43-2% обеспечить и все. И в том числе по штрафу. По штрафу. По штрафу. Я хотела бы... Я хотела бы... Глуба комитета экономики перед отъездом. Поставили задачу в Гомельской области довести малый и средний бизнес до 40%. Частный и малый бизнес, не просто малый и средний бизнес. ВВП. Частный и малый... Средний и малый... Средний и малый... Сейчас объясню. Что говорит комитет экономики? Для того, чтобы 40% сейчас выросла малый и средний бизнес, надо из учетной политики Гомельской области убрать НПЗ, БМЗ и так далее. И мы все в шоколаде. Анатолий, потом Миша, потом... Саша, извини, пожалуйста, если не секрет, какой бизнес? Упаковку производит. Упаковку производит. То есть у вас импорта вы нигде не получаете, ничего? Не импорта. Вот... Экспорта нет. Да. Я... Понимаешь, у нас сегодня в малом бизнесе в некоторых отраслях есть большие проблемы. Особенно те, кто пользуется импортным... Берем при... Возьмите сюда импорт. Во-первых, смотрите, Андрейс. Вы хотели сделать... Сохранить деньги? 90 дней отсрочки. Ты не возьмешь НДС, ждешь его. Сейчас уже мы добились 60, потом уже 30. Я спрашиваю налоговиков, почему? Вы какой-нибудь... Вам же через 90 дней надо отдать эти деньги. Главное сиюминутно это сделать. Поэтому у импортеров, у малого бизнеса есть все равно проблемы. Извини, пожалуйста, ты сказал про зарплаты упали. Что ты имел ввиду? То есть зарплаты... Я слышал такого... Ну, разумеется. Да. Представляете? Я сегодня... Вот они взяли и упали. А у нас сегодня... Сказал президент тысячу. И все. Поставили. Я смотрю. Средняя зарплата у нас каждый месяц растет. Я знаю тысячи людей, которые как получали зарплату. Особенно розницы, которые продавцы работают. Они ищут. Она прямо написана на дверях. Зарплата 3,5 миллиона. 4,5 миллиона. А у нас она средняя по стране каждый день. Поэтому эти проблемы есть. Хорошо, что у тебя папа передал хороший бизнес. И что у тебя... Это еще хорошо, что ты хороший управленец. Меня это радует. И меня радует то, что вы показываете, что вы можете. И это правильно. На вашем примере кто-то должен расти. Но все равно они... Вопросы остаются. Извините. Спасибо. Я просто хотел сказать следующую вещь. Нужно понимать, что такое вообще предпринимательство. Я поднялся. Первую суть. Найти оптимальное соединение редких ресурсов. Вот кто оптимально находит, получает от этого выгоду, тот и выбежит. Таких людей очень мало. Это как пионеры. Они идут. Они ищут. Они пробуют. Ошибаются. Теряют. Потом опять... И так далее. Значит... Вот это нужно понимать основную суть. Поэтому планировать... Поэтому невозможно здесь что-то планировать. Невозможно создать предпринимателя. Единственное, что можно сделать, это институционально создать условия. Для того, чтобы такие люди имели, ну скажем так, не объективную, а точную информацию, сигналы, ценовые сигналы о том, какие ресурсы, что сколько стоят. И чтобы не мешать им вот это соединять и что-то новое придумывать. Ну например, когда после Майдана, ну Евромайдана в 2014 году была активизация, тоже малый у нас бизнес, средний, там все собирались, круглые столы. И вот мы задаем вопрос. Ребята, что вам надо? Вот нам нужно создать условия там. Какие условия? Ну вот, чтобы нам государство обеспечивало протекцию. Подождите. Ну вы же, а может лучше давайте равные условия для всех, да? И бизнес не идет в политику, то есть работает. Ну вот что вам нужно? Нет, нет, нам так не надо. Давайте в протекцию. И тут начинаем разбираться. Один туфли делает, другой там одежду еще. Третий там двери там делает, бронировали. Ну и как, я говорю, как можно соединить все ваши интересы? И тебе протекцию, и тебе, и тебе, и тебе. Вас же не будет развить. Ну вот, тоже вот такая вот проблема. То есть у каждого бизнеса свои интересы, и он учитывает, ну думая только о своем. Кирилл, протоплю. Прошу прощения, я ее не оставлю. Я с места. Я тут небольшие выводы сделал, и хотел бы перейти сразу от негативного к позитивному, от глобального, к более локальному. А что я понял, что увидел, что с 1994 года, когда начался бизнес, многие туда шли, в силу никакого-то незнания, в силу неудачи, кто-то зарабатывал, кто-то не зарабатывал, кто-то рос, возникали проблемы, возникла эта репутация. Все зрители в интернете этот опыт с блоками, когда блок посадили в банку, они там летали-летали в банке, потом банку убрали, а блоки так и не разлетелись, они летали в этом же пространстве. И вот эта вот репутация, она осталась на ушах. Я вижу с молодежью, когда общаюсь, то, о, посадят бизнес. Вот посадят сразу же. Я в силу то, что еще выйдет на развитие бизнеса и с молодежью общаюсь. Сегодня очень много молодых предпринимателей, парней, и в том числе я хотел бы вот сказать про производство. Вот если вам предлагали кушать кашу, либо торт, ну вкусный, либо не очень вкусный, но кашу, которую вы перевариваете, конечно, вы выбираете тот торт. У меня куча друзей, которые идут именно в интернет-маркетинг, это уже к частным перехожу, и зарабатывают как? То есть открыть производство – это что? Найти деньги, помещение, организовать работу, поставки. Либо, как у меня, поверхность, например, друзья занимаются все, знаете, что такое гироскутеры. Да. Как они начинали? Они начинали с 30 рублей в кармане. Два парня, парень нашел айтишника, который сделал сайт за 50% от прибыли работы. Хорошо. Тезвел сайт, сделал себе его продвижение, вывел в топ, это уже поисковая система. Хорошо, вывели, заказы начали звонить, где взять гироскутеры. Он пришел к поставщику, который занимался оптимой поставки, он говорит, слушай, давай за процент от прибыли работы. Ну давай. Все, он так вот зарабатывал, перепродавал, наценка так, как там китайские поставки процентов. И вот с чего можно начинать, то есть очень многие просто боятся. У меня куча примеров, которые люди начинают. У меня студенты есть, видели. В парне на «про бизнес» написали моего очень хорошего друга Ванни Ковалевского. «Band English School», школа детского английского языка, он открыл. Он английский там знает неплохо, но он не преподает там. Суть в том, что я еще более поверхностному примеру приведу, что если на Западе бизнес открывается, там больше стриг, наверное, к этому имеет отношение, что он только год работает, чтобы выйти на нулевую окупаемость, а потом уже начинает зарабатывать фигуру. У нас, если ты за полгода не отбил деньги, то ты лов. Вот. 120 процентов, если нет, то это лов. Да, да, если ты уедешь, не купил машину, там, телефон, ну, кишечки всякие. Золотые слова. Когда голландец посмотрел на мою Xiaomi, сказал, «О, у нас дорогой телефон в Голландии». Я такой говорю, «Ну, слушай». Могу себе позволить. Да. Я вообще к чему, что можно раздухать на… Слово, да? Надо пытаться. И вот, допустим, такие вот вещи, как интернет, они дают преимущество. А если еще более примитивным, ну, вот берем Европу, сравним. Сколько там в Европе? Мы в Минск, ну, я беру в качестве примера Минск. Минск – восьмой город по численности в Европе. С численностью миллион восемьсот человек. Человек больше. Почти по два. Почти по два. Вот уже так, да. Средние города, возьмем какой-нибудь немецкий там город, не знаю, какой название, ну, там будет 300 тысяч человек. Ну, вот возьмите вот тот частный бизнес, который в Минске работает, плюс ПВТ прибавьте к нему, ну, получится 300 тысяч действительно хорошо зарабатывающих людей. Ну, работайте с ним. Ну, давайте там продавать товары, доставку айтишникам. Айтишники, ну, вот что они делают? Они любят, чтобы кнопку нажал, и им все сделать. У них потом жены появятся, за жеными дети. Сдайте доставку баммерсов. Сдайте доставку детского питания. Вот. Айтишник. Давайте конкуренцию сделаем. Сегодня у нас средняя зарплата растет. Да. Спасибо. А, Лёня, потом, ваше, Илья Федорович будет суммировать еще по-краткой комментарии наших вопросов. Бизнес – это не только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Бизнес – это еще и ремесленники, и акротуристы. Бизнес – это многие фрилансеры. Большинство людей сегодня еще не понимают, что будущее нас ждет. С автоматизацией, с роботами, с дронами и так далее. Не будет работы. Будут постоянные частичные подработки везде. Мы будем продавать свои услуги, как специалисты. Это тоже бизнес. И бизнесом, возраженным Михаилом, может заниматься не один-два процента. Потому что, к сожалению, бизнес и, ну вот так многие думают, чиновники, естественно, так думают предприниматели, которые не хотят конкурентов. Но если бы они учились у таких людей, как Александр, как Наум и еще кое-кто, то было бы намного больше успешных людей. И это касается и крупных предприятий. Ну да, есть, конечно, вероятность большая, как сегодня уже говорилось, что они сделают все наоборот. Но малый и средний бизнес будет расти. И на что хотелось бы мне обратить внимание в качестве позитивного примера, к нам сегодня прибыл еще один участник нашего мероприятия. Это Сергей Антоненко. Сергей, что случилось? Сергей открыл 19 салонов. Нет, ты соврал. 19 объектов. И 17. 17. Соврал, конечно. Два разных. Салонов чего? Салоны красоты. Ну, я бы на первом ряду, чтобы... Ну, ничего, разверглись в два попа. Конечно. Тем более, что... Да, представься, пожалуйста. Сергей Антоненко, руководитель сети Смайл. У меня два основных направления. Это индустрия красоты. Мы знакомы по телефону. Да, по телефону разговаривали с Викторией, еще поговорим обязательно. Салоны красоты у нас открыты в разных форматах. Есть и маникюрные бары, есть и сами салоны красоты. Всего семь объектов. И семь вот этих кафешек, которые постоянно закрываются. В частности, такой пример. У нас кофейни тоже различных форматов. Витебск, Бобруйск, в Минске открыли. Вот вчера я приехал, открыли в Барановичах. В Барановичах, например, кофейни 100% закрываются и будут закрываться. На той неделе я закрыл кофейню в Минске. Ну, точнее, продали. С плюсом. Вообще супер. Поработала только два месяца. Хорошо. Два месяца поработала, с плюсом продали, тоже так бизнес можно делать. Хороший бизнес. Да. А вчера открыли в Барановичах кофейню и реально очередь не прерывалась. Да, потому что этому городу нужна она была. Она нужна была в том месте, где мы ее открыли. Советская 84. Приходите, каждый пятый кофе бесплатно. Вот. И тогда уже обобщают то, что было сказано. Сто процентов. Сейчас бизнес можно делать. Конкуренция есть и в Минске. Кофейни есть на каждом углу. Мы когда открывали первую кофейню, мне говорили, Минск неподъемный город. Я говорю, фигня. Прорвемся. У нас маркетинг. У нас все супер. Не прорвались. С первой попытки. Но со второй сто процентов прорвемся. И салон красоты мы в Минске сейчас будем открывать. Я хотел бы закончить вот эту презентацию следующей. Сергей не имел больших финансовых ресурсов. Не имел парикбанкерского образования. Не имел образования в сфере общепита. Но у него есть мозги. У него есть желание. Он пример для всех. И везение. Без везения все равно нет. Есть случаи. Есть удача. Есть обстоятельства. Факторы. Я не заказал эту рекламу. Я хотел Сергея отдать. Заплатишь ему потом. Хорошо. Сань, Сань. Все, все. В следующий раз. Значит, самое главное. Сначала, значит, пару слов, если Саша и Виктория. А самое сложное для Федоровича. Потому что Федорович должен оценить человеческий капитал, нематериальные активы, институты и дать рекомендации в своем виде. Насколько вот этим всем в нашей стране возможен высокий экономический рост. Они сначала закончат, а потом заканчиваются уже. Я должен вывод здесь? Да. Вот наблюдение две минутки из того, что я слышал. Еще одна проблема, которую я не сказал про белорусских коммерсантов. Про тех, кого называют малый бизнес. Производство. Хорошие идеи Сергея. Айтишники, которые валят как боги просто. Есть большая толстая прослойка ребят, которые ездят обычно в дорогих машинах. Это те присоски, которые делают так, что наше госпредприятие нищие. Все соски? Присоски. На входе и на выходе вокруг любого госпредприятия есть много прокладок. Компания а-ля стол, стул, ключи бросил и уехал. Через которые ведутся поставки, рубятся откаты на госпредприятиях и так далее. И вот это люди, которые обалдеть, как не нужны никакие перебисы. Им не нужна конкуренция, а конкурентное преимущество у них в конверте. Они на с собой вверх. Поэтому, когда мы говорим о малом бизнесе, то это очень большая часть, если не больше этого самого малого бизнеса. То есть, когда на него гонят, конкретные люди наверху на самом, они имеют в виду именно их. Тех людей, которые не дают их большим заводам с их грамотными управляциями хорошо работать. Потому что все работают на карман на свой, стремятся. Или когда понимают, что легально у них не получается, появляются те самые люди, которые помогают им получать нелегальные доходы. И эта система вот так вот связана. И говорит, что мы можем разделить государственные проблемы, а здесь развивать малый бизнес. Вот малый бизнес посмотрит на этих коррумпированных, так подумает, так нам к ним. И не туда пойдет. Все мечтают. Все мечтают. Все говорят, кофе надо сварить. Лавек открыть, это сделать. А ведь можно же на масс загнать три вагона железа. Которое по ГОСТу, даже думать не надо, из России с металлозавода. Договориться. Ростников, найти друзей. И все. Ну это совсем уже сейчас. Вывод такой. Среда для развития бизнеса, который законный, который работает по правилам, по законам в Беларуси хорошая. Она хорошая только по одному. Потому что здесь нет конкуренции. Абсолютно. То есть сказать, что где там, нет, не в одной. Виктория. Согласна абсолютно с тем, что нет конкуренции. Но с выводом общим о том, что прекрасные условия для развития бизнеса в Беларуси при сегодняшнем походят, совершенно не согласна. Я рискую произнести эту фразу, потому что мы сейчас финишируем и пойдем на землю. Но, по-первых, сказать, коэффициент полезного действия Сергея Антоненко в тех условиях, да, низкого налогообложения, открытых возможностей, отсутствия риска и всего остального, да, при наших условиях для развития любого бизнеса и отсутствия конкуренции как таковой, был бы несравненно более высоким. Правильно? Значит, в связи с чем я все же рискую и говорю, что без изменений, краеугольных, при постоянном внешнем заимствовании, при отсутствии развития мышления, скажем так, я хочу так крупнее сказать, чем только об образовании, знания, да, о навыках, о вереях, то, что это возможно и так далее, то есть вот. И без поддержки уверенной, твердой тех, кто уже на пенсии, развития, почему? Потому что, да, бизнес, который хочет работать, хочет, чтобы родители там спокойно где-то были, путешествовали и так далее, да, невозможно. Это очень сложные условия в Белоруссии для широкого развития бизнеса, который бы активно, да, заявился в валовом национальном продукте нашей страны. Спасибо, Владимир Федорович. Вам самое сложное задание. Да нет, ничего сложного. Последние лет 15 приходится выступать на эту тему. Единственное, что меня порадовало, что Ярослав сказал, что посадить в лужу ни то меня, ни то еще кого-то, поэтому сейчас пойду покупать памперсы, пока что буду себя увереннее чувствовать. То есть вопрос не в этом, а в том, как, то есть смотрите, мы говорим про бизнес, то есть такое есть оба шуток. А, ладно, все, окей. Да, вообще это было удивительное время, 92-й, 93-й, 94-й год, и мне приходилось объяснять зарубежным коллегам, включая и там Всемирного банка, в Белоруссии резко пошел развиваться инициативный малый бизнес. То есть студенты в общежитиях собирали компьютеры, где-то все шло, крутилось там. Это была колоссальная энергетика, которая возникла до прихода районной номенклатуры во власть, потому что они этого и боялись, и не хотели, и пугались, и, собственно говоря, все потом грохнулось. Скажем, в Академии новых было 102 тысячи человек, примерно половина ушла в бизнес, то есть белорусский бизнес, бизнес средний, малый, он был высокоинтеллектуальный. То есть были все с высшим образованием. Если брать ту же Германию, там где-то еще, такого не было. То есть это исторический момент, это такая веха, реперная точка. И когда туда пошли люди, пошли специалисты, ученые пошли, и все это стало, в общем-то, как-то крутиться, после этого сильнейший удар пришелся на вот эту часть людей инициативных, и одновременно стал формироваться второй поток, так называемый номенклатурный бизнес, который создавался номенклатурой, детьми, родственниками, и, в общем-то, я не буду распространяться, мне приходилось на тему писать, и практически номенклатурный бизнес стал главным в стране. То есть, скажем, у нас в экспорте нефтепродуктов малые предприятия занимают лидирующую роль, из-за этого международные организации даже считают, что в Белоруссии великолепно экспорт малых предприятий. 48% экспорта, да. Понимаете? Потому что вообще, вы сидите в этом занимает, замечаете, да? Как не замечаете. А, ну да. Вот. Да, подход. Второй момент, значит, бизнес стал развиваться, но номенклатурный бизнес, да, он лидер, будет лидировать, будет развиваться, все, он будет идти как надо, и эти все, так сказать, там, и джипы, и чмеки, это все будет, безусловно, и малый бизнес, инициативный, он не нужен. Но, второй интересный момент, это тоже психология, это некая матрица поведения. В Белоруссии, если посмотреть на методы формирования бизнеса, то белорусский бизнес – это бизнес зайцев. У нас зайчий бизнес, а есть еще бизнес слонов. То есть, вот, хорошо, молодой человек, он открыл один слонов к высоте, второй слонов к высоте, и открыл 16 малых предприятий. Ну, это 105 малых предприятий, которые делают пельмени, второй делает грузцы, третий, что-то еще, а концентрация капитала не происходит. Не происходит. Понимаете, это перспективы никакой нету, вот, поэтому бизнес слонов, он не вырос, он не стал. Вы посмотрите на союзные предприниматели, там какие-то тщедушные, малодушные, вот, и там, Лили Иванова, там вообще, она, наверное, как генерал-лейтенант. Маршал. Да, нет, там есть генералиссимус, это корягин, это настоящий генералиссимус, вот. Потому что и в этом отношении скрывается мощная проблема, проблема диалога власти и бизнеса, потому что в диалоге Лукашенко не видит, как сказать, партнера по общению, а что вы сделаете? Ну, что, ну, хорошо, вот сейчас мы выставим партнера. Вот. Само, нет, это индустрия красоты. Индустрия красоты. Я тут вообще умолкаю, конечно. На мой взгляд, все женщины красивы. Был такой академик Йоффер. Он не только... Да, он академик. Да, да, да. У него, вот, кстати, для салона красоты, у него была блестящая фраза, я потом ее использую всю свою жизнь. И никогда не ошибался. А фраза такая, что каждая женщина имеет критическое расстояние, с которой он окажется красивым. И есть еще определенная когорта, я столько не выпью. Поэтому вот... Нет некрасивых женщин. Слушайте, хватит уже про все, на потери, наконец-то. Я уже совсем не делаю. Банга, банга, банга. А можно вообще считать? Я заканчиваю. Ну, и третий момент, и третий там, двадцатый момент. В общем-то, ну, я не считаю, что бизнес-эндам надо родиться. Я не считаю. Это, как любая профессия, может иметь ряд характеристик, которые ты набираешь, которые ты приобретаешь. Но вот, опять же, в этом моменте, вот то, что касается нашего бизнеса, вот я абсолютно уверен, что скорее скрывается такой организационно-технологический, психологический момент, белорусский бизнес пока себя не идентифицировал. Вот я говорю научным языком, потому что самоидентификации не произошло. Они не понимают, что они такие. И я, ну, вставил ключ, поехал на этом, ну, как в Хаммере, да, приезжаю в маленький городок Осипович, и там есть какие-то хиоски стоят, такие лепопатые, и выходит бизнесмен, что такая дама где-то за сорок лет, еще плюс пятьдесят добавить, да, и у нее такой черный, нет, у нее белый Хаммер, здоровый белый Хаммер, она в этом Осиповиче, в этой деревне, где стояла, там, ракетная дивизия стратегическая, и вот, я думаю, она же бизнесмен, понимаете, вот он социальный где-то портрет, здоровая белая машина, там, это женщина выходит, где-то у нее киоски, вообще, такие киоски на рынке, ну и самый последний момент, потому что надо идти на ужин, я хочу сказать, по своей работе, в Юго-Восточной Азии, в частности, в Китае, и изучая, ну, вернее, не изучая, копаясь в Гонконге, в Гонконге, в Гонконге копаясь? Да, я говорю, мой коллега, лопат, в Гондуресе копаясь, да, я вам сейчас скажу такую вещь, вы можете тоже ее использовать, лопаты дилектического материализма, копаясь в Гонконге, да, это обнаружила одну интересную вещь, она все абсолютно изменила, по-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам, основная мысль о развитии бизнеса в Гонконге, это был экспорт, то есть создание любых предприятий, от зонтиков, и они на чем поднялись, как вы думаете, на чем они поднялись, на красоте или на чем? В Гонконге? Да, ну ладно, на детских игрушках, на игрушках, поэтому, в принципе, вот именно ориентация на экспорт, хорошо, мы стрижем, мы бреем, козлов и баран, так, хорошо, мы шьем, платьица хорошая, мы что-то еще открыли, здесь вся в кафе, ребята, это все вчерашний день, это не сделает бизнес абсолютно активный, мощный, прочее, пока вы не ориентированы на внешние рынки, пока вы не создаете там этот продукт и прочее, так сказать, услугу и все остальное, это не будет очень серьезно, у меня были, все, я уже закрываюсь, у нас есть предприятие по продаже автомобилей Volkswagen, это, Атлантем, понимаете, они очень все-таки красивые, какие-то все богатые, вот, и они говорят, вот мы создали шесть тысяч рабочих мест, я говорю, ребята, вообще-то это полная фигня, все, что вы сделали, это не так все здорово для страны, потому что вот этим импортом машин вы перекрыли возможность создания предприятия автомобильной промышленности Белоруссии, у нас эти шансы были и до сих пор есть, вот, импортом вы закрыли абсолютно те ниши, в которых мы могли развиваться, поэтому, опять же, я повторяю, что пока вы не решили завоевать рынок в Зимбангое, рынок в Зимбангое, я присматриваю, потому что Лукашенко заставился дать стратегию экспорта, все, и там были такие вещи, на которые мне приходилось отвечать, это мощный прорыв на рынке Зимбангое и Тринидаде и Табаку. Вы что-то сделали на Тринидаду и Табаку, Вот, как же господин Алексеевич. Все, спасибо большое, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ